С каждым стартом, с каждым голом, с каждым сетом, с каждой ставкой мы делаем спорт ярче. Марафон Бэт. Они могут прихлопнуть Аргентину, а могут сыграть в ничью с Демократической Республикой Конго. Одна из самых непредсказуемых сборных чемпионата мира приготовила для вас сюрприз. У Нигерии появился нормальный защитник. Этот парень вместе с партнерами может припарковать нехилый автобус у африканских ворот на чемпионате мира. Включаем чувство скаута. Авазьем Чидо Зи. Центральный защитник Порту, который провел прошлый сезон на правах аренды во французском Нансе. Португальцы нашли Чидо Зи в нигерийском клубе El Canemi Warriors. Летом 2014 года он переехал в Европу. В клубе и национальной сборной игрок действует на позиции правого центрального защитника в схеме из четырех игроков обороны. Но в этом сезоне его нередко задействовали в клубе именно на краях. Четыре игры на позиции правого защитника, два матча слева. В январской выездной игре против Тулузы действуя на позиции правого кранего, Чидо Зи был признан игроком матча. У нигерийца легкое, даже суховатое телосложение, но он эффективно ведет борьбу на поле, как сверху, так и снизу. В среднем за матч 13 единоборств, 66% удачных. У игрока внушительные антропометрические данные, его рост 189 см. Авосьем продуктивно действует в обороне на втором этаже. Правда, в штрафной соперника игроку не всегда хватает эффективности в завершающей стадии атаки. Большая часть ударов летит мимо цели. У Чидо Зи высокий показатель успешных отборов, 70%. Он отлично чувствует мяч, имеет хороший короткий и длинный пас. Что важно, при внушительной антропометрии Авосьем обладает отличной стартовой скоростью и неплохо выглядит на дистанции. Все эти качества помогут ему забетонировать потрескавшуюся нигерийскую оборону, что позволит африканцам показывать не только зрелищный, но и продуктивный футбол. Учитывая сложную группу, а у нигерии в соперниках Аргентина, Хорватия и Исландия, выход в 1-8 финала будет отличным результатом для африканцев. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски про ноунеймов, андердогов и просто открытие чемпионата мира.